Микс Ньюс. Я главный редактор российского издания «Советский спорт». Слушаю радиостанции Микс Медиа Групп через приложение Микс Медиа Радио. Присоединяйтесь. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очередная программа «Разворот» посвящена сегодня такой интересной, когда-то очень популярной, а ныне уже подзабытой, вещи как паломничество. Согласитесь, слово «паломник» у нас вызывает такие ассоциации с чем-то с годами далеко-далеко ушедших времен, либо с людьми, которые, в общем-то, для них характерны сильные религиозные чувства. Но есть в мире дорога паломников, которая объединяет и людей религиозных, и людей, которых можно назвать туристами, людей, которые просто ищут самих себя. И вот сегодня мы поговорим о вот этой удивительной дороге, которая по-испански звучит, название звучит как «Эль Камино де Сантьяго», или по-русски «Дорога Святого Якова». Это путь паломничества по северной части Испании к городу Сантьяго де Компостелло, где хранятся мощи одного из важнейших в христианстве апостолов – Святого Якова. И наш сегодняшний гость – это психолог, юнгианский аналитик Ирина Есайбегян, которая сама лично буквально месяц назад прошла этот путь Святого Якова по старинной дороге пилигримов. И хотелось бы просто-напросто узнать, какие у неё были ощущения, почему она пошла по этому пути и, собственно говоря, что из этого путешествия вынесла. С вами в эфире я, Константин Рангс, помогает звукорежиссёр Евгений Копеин, и мы, пожалуй, начнём. Итак, Ирина, хотелось бы прежде всего понять вашу профессиональную принадлежность. Вы аналитический психолог юнгианского толка, как я понял. Вот хотя бы пару слов, что это такое. Хорошо, здравствуйте всем. Да, я аналитический психолог, занимаюсь юнгианским анализом. Это одно из направлений психотерапии, но, скажем так, не стандартное, не такое технологическое, как сейчас вот принято, а больше. Ушеточка там. Да, скорее это такое про погружение в себя, про понимание своих внутренних смыслов. То есть ко мне приходят люди, ну, в основном, кризиса средних лет, которые не понимают, что вообще стало происходить, почему вдруг вся жизнь начала ломаться, и как её починить. И мы это делаем просто за счёт того, что как бы вместе с людьми рассматриваем, погружаемся в какие-то свои переживания, сновидения. То есть очень активно мы смотрим на сновидения. Это такая основная часть нашей работы. Ну вот. И дальше так-то почему вас... Почему вы захотели идти по этой дороге? Вот почему не каким-то другим путём? Что вас привлекло к этому старинному пути пилигримов? Ну да, тут есть такая история, она тоже связана с моей профессиональной деятельностью. Я прочитала книгу, книга называется «Терапия», автор её Дэвид Лодж. И это не какая-то профессиональная штука, это книга художественная. И в ней очень ярко был описан кризис человека среднего возраста, про то, как вся его жизнь стала разрушаться, и как он искал пути выхода оттуда. И вторая часть книги была как раз про путь Сантьяго. И вот настолько элегантно был показан этот выход из кризиса, что, прочитав это тогда, три года назад, я как-то подумала, о, а пойду-ка я туда. Вот я как-то почувствовала, что я должна там быть. То есть это, я прошу прощения, не религиозное было ваше путешествие? Вообще нет, религиозных целей не было. Но цели найти себя не было тоже, потому что мне все говорили, ну, ты нашла себя. Ну, скажем так, я всё-таки не искала. Мне кажется, я себя нашла уже здесь, ну, то есть ещё здесь. Но этот путь духовным назвать можно, конечно, однозначно. То есть это можно сказать, что это, в принципе, даже для человека нерелигиозного, да, вполне себе успешного, это такой своеобразный духоподъёмный туризм такой. Да, вообще религиозных людей я там, наверное, даже не встретила ни одного, пожалуй. То есть скорее это люди, которые шли просто в путь преодоления себя. Кому-то было важно преодолеть себя, да, и понять, может ли он проходить по 25-30 километров в день, останется ли он после этого вообще в адекватном состоянии. Кому-то было важно просто посмотреть на красоту Испании, потому что места действительно очень замечательные. А кто-то шёл просто как турист, очень хорошо экипированный. То есть там весь мир. Там люди из Южной Африки, из Австралии, из Аргентины, Америка. Ну вот отовсюду, Япония. То есть я встретила на этой тропе вот весь мир. Ну тропа это, конечно, условно говоря. Ну я хотел бы, может быть, немножко добавить, что сама вот эта дорога, да, вот условно говоря, дорога Святого Янкова, она объединяет, это условное обозначение, объединяющее несколько разных маршрутов, которые в основном начинаются около Пиренеев, это французская граница, и по сути дела существует ещё французский участок, пути, да, но он как бы подготовительный. А вот уже за Пиренеями начинаются эти варианты пути, достаточно некоторые извилистые, другие более прямые, и они идут на запад, на побережье Атлантического океана, где находится вот этот город Сантьяго де Компостелло. Вообще слово Компостелло означает либо поле звёзд, либо место звёзд. Вообще-то у меня такая версия, что Компостелло – это отпущение грехов, то есть в этом месте считается, что тот человек, который совершил паломничество и пришёл в Сантьяго де Компостелло, ему отпускают грехи, и даже выдают специальную грамоту на латинском языке о том, что всё, ты чист. Да, но дело всё в том, что само по себе Стелло – звёзды, Компостелло – это место или поле. И происходит это всё из древней легенды, которая гласит, что в своё время, когда войска христианнейшего короля, по-моему, Карла, вскакали к месту Сантьяго, где был обретенный мощь вторичная, то они увидели поле, на которое спустились звёзды. И это было воспринято как знак Божий. Вообще, на самом деле, легенд огромное количество, и все они касаются одного и того же персонажа, святого Иакова, апостола Иакова, который, как известно, был с Христом, после чего он уехал проповедовать в Испанию, открыл разные общины, вернулся обратно в Иерусалим, где в 1944 году был обезглавлен. Его ученики положили его тело в гроб и отправили назад, в смысле отправили в Испанию, поскольку им было разрешено забрать тело своего учителя. Но случился то ли шторм, то ли какое-то чудо, и его выбросило вот там, на побережье, около этого города, где, кстати, Сантьяго до Компостелло и появился. И что самое интересное, что вот именно с этого момента начался процесс испанской реконкисты. Они стали отвоёвывать один за другим города от мавров, и даже остались такие удивительные вещи, когда буквально даже сбрасывая латы в таком экстазе, в восторге вперёд Испания, они наносили страшное поражение своим противникам. Поэтому где-то уже в X-XI веке появилось вот это движение пилигримов, и в средние века... Ведь Сантьяго до Компостелло – третья святыня христианского мира после Иерусалима, после Рима, и третья – это вот именно Сантьяго до Компостелло. А парадокс в том, что в XX веке этот поток исчез. Да. И появился вновь после того, как был снят фильм про эту дорогу. Есть такой фильм, называется «The Way», «Путь». И после того, как он был снят, я вот, честно говоря, не помню время, но просто дорога заполнилась людьми после этого. Потому что до этого как-то никто особо не знал, и шли вот именно с религиозными целями. Но после этого как-то люди стали идти просто... Но ещё интересно же, был роман Павла Коэлья, по-моему. Да, он называется «Дневник мага». Да, тоже многие, прочитав, решали пойти. Но для меня, лично мне, он как-то не пошёл, было как-то не очень внятно. Для меня вот эта книга Дэвида Лоджи, она всё-таки сыграла. Оказалось затем толчком, да? Да, просто толчком. Ну, то есть я хочу сказать, что в принципе, по большому счёту, отправиться в это путешествие в наше время, это вполне реально для любого человека, и, как я понимаю, никого, никто не будет там выяснять, насколько глубока ваша вера и сколько раз вы прочитали «Отче наш». То есть это личное дело каждого. Абсолютно. Вот расскажите, как вот вы пришли к этой идее, и как вы отправились, как вы это всё организовывали? Да, знаете, вот это вот три года назад-то произошло, ну, и эта мысль, она периодически возникала. Но как-то в последнее время я стала, у меня есть такой жизненный слоган, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что не сделал. Я поняла, что надо какие-то свои вот эти желания исполнять, потому что нереализованные мысли, они как-то занимают очень большое пространство, на самом деле, в голове и не дают жить дальше. И как-то так всё совпало, у меня ещё появилась знакомая Лена, хорошая знакомая, которая тоже хотела пройти этот путь. И спасибо Аэрболтику, выкинул хорошие билеты в Мадрид, всё, был куплен билет в Мадрид, а дальше уже вот как пойдёт. То есть на самом деле сам этот путь, он вообще-то 800 километров, от города французского Сен-Жан до Сантьяго-де-Компостело. Но это занимает 35-40 дней, и, в общем-то, не всегда это возможно, выделить такое время. В моём случае это было невозможно. Я выбрала такой вариант, это 14 дней пути, это начало из города Леон, Леон испанский, от Леона до Сантьяго 300 километров. То есть можно было, приехав в Мадрид, сесть на поезд либо на автобус, доехать до Леона и вперёд, и просто идти. И дальше пешком? И дальше пешком, да. По дороге, ну, меня все спрашивают, а как ты там, где ты там жила, что это? Это в поле бросила там палатку и поставила испиш? Там на самом деле очень развита инфраструктура, то есть там всё заточено под паломников. Все эти городки, которые находятся по пути, они вот именно прям настроены на то, чтобы… Ну, настроены на паломников, на пилигримов. И там есть так называемые альберги, то есть, грубо говоря, ночлежки, приюты, где стоят двухэтажные кровати, и за совсем небольшую стоимость, от 5 до 10 евро, 5-10 евро за ночь можно заселиться, и, в общем-то, хорошо провести ночь совершенно там со всеми условиями, с душем, со всеми делами. Ну, можно и жить в отелях, никто не запрещает. Ну, вообще-то эта система, вся инфраструктура, она действительно появилась ещё в развитом средневековье, только менялись средства. При монастырях, да, при монастырях люди ночевали, да. Сейчас такое достаточно всё современное, солидное. Да, можно останавливаться и при монастырях, там тоже есть такие места, можно в частных альбергах, приютах, можно в отелях, в общем-то, в зависимости от ваших финансовых возможностей. То есть никакой резервации через интернет-то, знаете, не было. Знаете, тут есть такой момент, да, я, конечно, перелопатила весь интернет, кучу отчётов прочитала, и мнения разделились. Кто-то говорил так, иди, и путь сам тебе даст всё, что надо. А кто-то говорил так, что ты можешь прийти в какой-то город и не успеть, и тебе негде будет ночевать, поэтому лучше забронировать. И когда я поехала туда, я, в общем-то, такой компромисс нашла. Я две трети забронировала, одну треть оставила так, на волю, пути. Но, знаете, уже после первой ночи я все брони отменила и просто пошла. Потому что я поняла, что иногда мне хочется идти больше, чем я запланировала, иногда меньше, а иногда мне хочется просто испытать вот такую, что ли, удачу свою. А будет ли мне место? И, знаете, всегда как-то находилась. Вышла одна, да? Да, это тот вопрос, который волновал многих. И они говорили, как ты идёшь одна, это опасно, это страшно, это скучно, там с кем ты говоришь. Ну, знаете, я как-то в конце пути поняла, что я шла, скорее, слово «одна» не подходит. Я вот так вот назвала это «соло». То есть я как-то, я шла соло. Я была не одна. Да, да, там были люди кругом. В основном, часть времени я проводила одна, но я очень много общалась с людьми. И я считаю, что такой путь, конечно, лучше проходить в одиночестве, потому что… Ну, слушайте, это вы тогда, Ирина, всё, вот как в своё время говорили, латиняне, древние римляне, которые относительно любого пути составили целую кучу поговорок. Начиная, имея с твита «Дорога – это жизнь», потом путь осилит идущий, да, и вот о том, что в путешествии нужно быть одному. Потому что даже если ты идёшь с другом, с хорошим другом, вы всё равно общаетесь между собой. И не можете открыть глаза к этим. А посторонние люди – это часть дороги, это именно её составная часть. Кстати, вопрос, а кого там было больше, я имею в виду по национальному составу, каким языком вы пользовались? Ну, я очень много говорила по-английски, это основной язык. И испанский у меня на таком зачаточном уровне, благодаря программе «Дуолинго» в телефоне, то есть всё, что я могла, там что-то. Но, знаете, я настолько на этом пути открылась, я как-то чувствовала себя, наверное, как ребёнок, который вообще осваивает язык. То есть я, в принципе, по-испански говорила везде, где можно, говорила всё, что я знала и не знала, и просто испытывала огромное наслаждение от этого. Но в основном, конечно… Ну, как и все остальные, не испанцы. Ну, нет, все остальные, но вообще-то люди стараются говорить там всё-таки на английском, это такой базовый язык. Хотя очень много было французов, ни на каком языке с ними я не могла общаться, к сожалению, ни английский, ну, ничего, а только вот французский. И итальянцы тоже как-то, вот они ни на каком больше не говорят почему-то, только на итальянском. Вот эти две категории были… Но итальянцам, я как полагаю, вот в Испании это не очень-то тяжело, потому что всё-таки это они так сяк, но они понимают друг друга, французы чуть подальше, но всё равно. Ну, вот итальянцев было много вообще-то, их просто встречалось прям много, и они идут чаще всего такими группами, да. Были люди, я уже сказала, с совершенно разных концов света, меня это поразило Австралия, Южная Африка, просто здорово. Просто здорово. Ну, вот о том, что там… Русских я не встречала. Не встречали, как говорящие по-русски, да? Я не встречала вообще русских, вот честно говоря, ни разу. Я встретила одну девушку из Латвии, попросив её сфотографировать меня на английском языке, мы там как-то начали общаться, и потом вдруг оказалось, что мы из Риги обе. Вот, и я встретила ребят из Украины, автора, такого Максима, автора многих отчётов, которые я прям перечитала и знала наизусть. И вот там я его встретила, тоже было интересно. Ну, мы говорили по-русски, да, с ними. Ну, естественно. Итак, мы сейчас… Небольшая у нас будет информационно-рекламная пауза, и потом мы продолжим нашу беседу о пути святого Иакова в Испании. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс Даже здесь, в самом сердце Чёрного Континента, мы слушаем любимые передачи. Всё просто. Аппликация Микс Медиа Радио. Итак, мы продолжаем нашу программу «Разворот», которая посвящена уникальному маршруту, который можно назвать и туристическим маршрутом, и маршрутом познания самого себя, и для религиозных людей маршрутом пилигримов, маршрутом паломничества. А именно о пути святого Якова или Эль Камино де Сантьяго, как звучит по-испански. По старинной дороге пилигримов, которая идёт от Пиренейских гор в испанский город Сантьяго де Компостелло. И сегодня с нами психолог Ирина Есебегян, которая буквально месяц назад прошла этим путём. И мы сегодня, как и сейчас, сидим и беседуем о том, что это за путь, как идти и какие ощущения он даёт. Само это пешее, я напомню, путешествие. И вот у Ирины оно было длиной 300 километров. Но я попросил бы вас, Ирина, взять наушники, потому что у нас есть радиослушатель, который, несомненно, хочет задать вам вопрос. Алло. Добрый день, Павел. Да, здравствуйте, Павел. У меня дочь с подругой, они два года назад прошли этим же маршрутом, у них было масса впечатлений. Но начинали они из Франции, из Сипа, шли до Панпоне, а так как время было ограничено, они потом на поезде подкатились до Асторги и оттуда уже до Сантьяго опять шли. Но через Францию они хотели пройти, потому что, говоришь, там очень красивый перевал, который они обязательно хотели увидеть. Ну и о всём путешествии у них было масса впечатлений, у них был очень бюджетный вариант, поэтому они уже за три месяца до этого готовились, подбирали вещи, чтобы минимальный вес был. В итоге у них, кроме смены белья, было ещё по одному платьишку, который они в итоге по окончанию надели, но они были очень счастливы, что они всё это сделали. Кучу народу там они знакомились, но они говорят на английском и так далее, у них не было с этим никаких проблем. Ночевали они там в старых монастырях и всяких этих, ну тоже там бюджетные места, там за 2-3 евро, как они говорили, можно приночевать. Ну что ж, можно только порадоваться за вашу ночь и её подругу. Новых путешествий, всего вам доброго, Павел, спасибо. Ну вот. Да, я согласна с тем, что сказал слушатель, действительно, это потрясающее переживание. И вот по поводу экипировки тоже, да, это тот момент, который волнует многих. Да, вот давайте об экипировке. Потому что я иду пешком и, в общем-то, у меня рюкзачок небольшой, всё должно быть там. И, конечно, любые лишние 100 грамм веса, они очень сильно сказываются в дороге. Поэтому все мои вещи прошли просто тотальный контроль. То есть я взвешивала буквально каждую майку, там, это было всего 2 майки, там, штаны. Ну то есть очень, всего по минимуму. Нужно было вот уже перед поездкой понимать, что да, ты всё понесёшь на себе. И очень важно, если кто-то пойдёт с слушателем, очень важно подбирать хороший рюкзак и хорошую обувь. Вот две эти вещи, это просто то, что должно быть. Потому что обувь, ноги, это основная, скажем так, основная головная боль, основная проблема пилиплинов. Этой дороги, да. И да, несмотря на самые-самые лучшие ботинки, которые у меня были, я всё равно натерла страшные мозоли. И несколько дней мучилась просто безмерно. Но дорога есть дорога, просто идёшь и идёшь. Кстати, велосипедисты, там вам попадались те, кто по этой дороге на велосипеде чешут? Их много, но, честно говоря, это такие экстремалы как-то, они с такой скоростью неслись, что было страшно за их жизнь. Но их очень много. Их очень много на велосипедах. Можно проехать гораздо быстрее, всё это дело. Но всё-таки вы выбрали пеший, классический вариант. Да, пеший путь. И мне кажется, это очень как-то логично, символично, что это медленно ты идёшь. Просто вот каждый шаг, особенно когда болят ноги, особенно когда сложная дорога, каменистая, подъёмы или спуск. Просто вот нужно делать каждый шаг и не думать больше ни о чём. Мне вот иногда говорят, ты там, наверное, много думала о жизни, о чём-то вообще, ты много размышляла. Я не много размышляла, я просто шла. Я просто думала, куда поставить ногу, чтобы не упасть. То есть наоборот, вы освободились от всех мыслей. Скорее да. То, что у вас была другая задача. Вообще похоже на то, что вот эта загруженность, она прошла, и появилась просто какая-то открытость, вот сердце открылось. И я стала просто видеть красоту окружающего мира, красоту тех людей, которые тебя окружают. Потому что там очень тоже такая уникальная штука. Ты всем говоришь, желаешь доброго пути. По-испански это «buen camino», доброго пути. Вот любой человек, который проходит, ты говоришь ему «buen camino». И любой человек, который проходит и встречает тебя, он тоже это говорит. И в какой-то момент, знаете, ну 10 дней вот я шла, я шла, говорила всем «buen camino». И в какой-то момент я вдруг поняла, что я же тысячу людей, я сказала им, я их благословила, и они благословили меня. И вот эта связь, которая образовалась, она, её не передать словами. Вот этого в нашем мире, к сожалению, не так много. Я как-то сейчас стараюсь это принести тоже сюда. То есть, по сути дела, фраза «доброго пути» – это не просто форма речи, а реальное пожелание. Да, я как-то стала понимать, что мы все, неважно, где мы идём, дороги Сантьяго или по жизни, мы все в пути. И можно же желать друг другу этого и так. Там же действительно очень много интересных мест. Вот, например, там на вершине горы, ближе к Сантьяго, по-моему, уже, там здравущая многовековая куча камней. Вынесли с собой свой камень? Да, конечно, есть такая идея, что нужно взять из своего места, где ты живёшь, камень, который символизирует твои грехи. Чем больше грехов, тем больше камень. Честно говоря, я взяла маленький, потому что вес тяжёлый, я как-то волновалась за то, как я пойду. Я взяла небольшой камень, ну, конечно, символически поразмышляла, Антон, что это может быть. И это было вообще одно из, наверное, самых таких уникальных переживаний, потому что я подошла к этому месту в 5 утра. Я выходила очень рано. Я очень ценила то время, когда можно идти одной, ещё в темноте, и смотреть, как зарождается день, и никого-никого вокруг нет. Это было самое невероятное время. И когда я подошла к этому, там такой стоит большой крест на горе, и вот эта куча камней. Ну, это было что-то невероятное. Вот там, наверное, я испытала что-то сродни религиозному переживанию, но оно как-то было не про религию в целом, но вот про мою связь, моё место в этом мире. Я что-то поняла. Ну, да, потому что каждый камень, а куча здоровущая, да, это же человеческая жизнь. Да, вот эта связь наша. Да, и человеческие грехи, особенно самое главное, что как люди воспринимают это, что они это взяли с собой. Да, серьёзно. Да, и если австралийцы идут, то они из Австралии везли эти камни, да? Конечно, да, интернациональное такое сборище. Вот, а как вы, такой практически совершенно вопрос, как вы решали вопрос питания там? Там очень просто решается вопрос питания. Там есть так называемый ужин меню пилигрима. Меню пилигрима, оно стоит от 9 до 9, 10, 11 евро максимум. Тебе приносят просто три огромных блюда, закуску огромную, второе и бутылку вина на человека. Вот это меня поразило больше всего. Бутылка вина на человека, и даже моя приятельница, случайно взмахнув рукой, разбила эту бутылку, ей сразу же принесли новую, смеясь и говоря, что никаких проблем. Вот, и, ну, это что касается ужинов, поэтому с голоду не пропадёшь. Потому что завтраки, да, это всё везде есть. Было так, что первые дни мне вообще есть не хотелось, я на таком энтузиазме, и так вот всё хорошо. Но потом, когда вот по 25-30 километров в день проходишь, как-то начинаешь понимать, что да, пожалуй, завтраки нужны тоже. И обычно, проходя с утра, я шла 2 часа утром, и потом останавливалась где-то поесть. Там без проблем, везде городки, везде кафе. То есть, очень развитое место, нет какого-то... Это не пустыня. Ну, нет, это понятно, уже тысячу лет там люди ходят, да? Это, кстати, тоже ощущение того, что века идут, а люди идут тоже цепочкой, да? Вот это интересно. Вы похудели, прошу прощения, за деликатный вопрос. Было дело, да, конечно. Да, то есть это... Ну, потому что нагрузка немаленькая. То есть, я шла 27-33 километра в день. Это где-то... Я выходила в 5 в полшестого утра, и приходила где-то к часу, к двум. Было очень жарко. Один раз я пришла, я вышла в полшестого утра и пришла в полшестого вечера. Я прошла 38 километров. То есть, такое было экстремальное. Ну, это практически как из центра Риги дойти до Лелу, подаю, мол, и вернуться обратно. Вот не ходила, не знаю. Ну, нет, я вас говорю, 20 километров в квадрате. Знаете, когда там вот идешь, ты выходишь утром и знаешь, что нужно пройти 30, а потом видишь знак, что осталось 12, ну, это уже ерунда. Поэтому, когда я прилетела в аэропорт и увидела такой вот знак, что до Риги 12 километров, я подумала, о, как же сюда. Так я тут пешком дойду, да? Да. Поэтому очень непривычно теперь ездить на машине, конечно. А может быть и не надо? Ну, наверное, все-таки надо, потому что, конечно, когда ты в пути, ты полностью погружен туда, ты только идешь и больше ничего. В этом тоже есть прелесть, что не надо ни о чем думать. Все решено. С мобильной связью, как вы решали вопрос? Ну, у нас же отменили роуминг, так что все прекрасно. А он вам был нужен? Ну, знаете, мне было нужна… Были такие моменты, когда вот все-таки Фейсбук помогал. Я ставила очень много фотографий, разбушлений. И вы знаете, я как-то чувствовала вот эту связь, что я, пожалуй, даю людям такую информацию, которой у них раньше не было, и они как-то начинают задумываться тоже о том, не пойти ли. Я думаю, что жители Латвии прибавятся теперь на пути Сантьяго. Да, многие теперь хотят туда отправиться уже по моим следам. Да, мне была нужна связь. Может быть, если бы я пошла без телефона, да, это было бы более экстремально. Но это меня тоже не пугает. А вообще вот такой практический вопрос. Случай, ну, мало ли что вам бывает в дороге. Вам не приходилось встречать, допустим, кому-то плохо стало, или, допустим, кто-то ногу подвернул? Ну, знаете, там вообще не пропадешь. То есть стоит тебе остановиться, просто сесть у дороги, вытянуть ноги, отдохнуть, как сразу, там, ты в порядке, что случилось, там, помочь. Просто каждый, каждый, каждый человек идёт и спрашивает. Там даже вот не посидеть спокойно, не отдохнуть. Все волнуются, что происходит. Там, конечно, очень взаимоподействие. То есть вот это ощущение, что эти люди… Там абсолютное братство. Да, вот ощущение братства там есть, да? И знаете, что интересно, тоже момент, там все идут в своём темпе, и получается так, что вот вечером встречаешь людей, знакомишься, ужинаешь вместе, общаешься как-то, там, узнаёшь. А потом утром все встают, и каждый своей дорогой. Кто-то прошёл 30 километров, а кто-то 20, и вы уже можете не встретиться никогда. Это очень интересно. То есть бывает, образовывается такая тесная связь, и даже жалко, что эти люди уже остались где-то. Ну, это как в поезде, знаете, бывает. Да, эффект попутчика. Встретились попутчики и разошлись. Ну, да, благодаря интернету, конечно, очень много контактов у меня образовалось. Теперь эти люди в моей жизни, они остались. И вот вы шли по долам, там горы, там всё. Горры, поля. Лепота, красоты, поля. И вот вы пришли в Сантьяго де Компостело, в этот собор. И что там было самое интересное, самое главное? Как сказать, вот этот финал путешествия? Да, когда уже оставалось до Сантьяго, ну, не знаю, там 40, ну, два дня пути, он как-то стал звать меня. То есть я почувствовала, если раньше я понимала, что я просто иду, то вдруг я почувствовала такой момент, Сантьяго зовёт. Вот это та дорога, по которой люди шли, именно в Сантьяго. Он вот звезда такая путеводная. И я вот именно, мне очень хотелось этот собор увидеть. И последние километры были такие, я иду, и хочется, и не хочется, и как-то не хочется, чтобы этот путь завершался, хочется идти дальше. И страшно, как этот собор вообще проявится. И я пришла на эту огромную площадь, вот так вот, легла на эти камни, они тёплые, нагретые, и как-то, и такая пустота, как-то непонятно, и что дальше. И вот этот был момент пустоты такой странный. Потом я пошла на службу в сам собор, и вот там какое-то завершение произошло. Там есть, ну, у меня на Фейсбуке есть видео, где раскачивают огромное кадило, прям под потолок. Это что-то невероятное. То есть вот это ощущение, такое единство, весь собор забит людьми, просто вот это было здорово. Но настоящее окончание пути, оно, конечно, на океане. То есть стоит ещё добраться до океана, и вот когда я дошла до туда, я поняла, это финал. Там всё всё хорошо. Да, то есть это атлантические океаны, эти бьющиеся. То есть там есть такое место, где считается, что ковчег Девы Марии вот туда вот причалил. И вот там невероятное что-то. Да, океан, вот эта природа. И все туда идут, да? Ну, либо идут, либо едут, как получится. Ну, в общем, для меня это было окончанием пути. Хотя я, конечно, теперь думаю, что я пойду туда снова и снова. И люди, которые прошли один раз, они продолжают, они не останавливаются. И идут, и есть много разных путей в Сантьяго. Да, в том-то и дело. Вот, Ирина, я когда работал в Испании, то я слышал разные рассказы, и поначалу никак не мог понять, собственно говоря, о чём говорят люди. А потом узнал довольно быстро, что существует как минимум 10 или 15 маршрутов. Есть этот маршрут, примите его, древний совершенно, по побережью непосредственно. А есть, который называется французский, он более южнее. Да, есть португальский путь вдоль океана. Да, да. Есть камино Норте тоже вдоль океана, но с другой стороны, с Бильбао. Да. Есть английский путь. И, в общем-то, вся Европа, она пронизана, на самом деле, вот этими вот камино путями. То есть, я там встретила, например, французскую пару. Они вышли из своего домика в Альпах, это за тысячу километров, и пошли в Сантьяго просто пешком. Они пенсионеры, у них много времени. Кстати, очень много пенсионеров, очень много. Ну, может быть, это действительно возможность двигаться и как-то ощущать себя в течение времени. Меня, например, поражало то, что я мог сидеть, допустим, в таком городке в провинции Мурсия на скамейках, которые были установлены в какой-то год там правления императора Тита. Понимаете, вот вы сидите на сиденьях, на котором сидели люди миллионы раз. Время. Вот это вот было ощущение, когда я шла по дороге, в какой-то момент я вдруг почувствовала, что здесь тысячи, сотни тысяч людей шли. То есть, это не просто какая-то туристическая... Миллионы. Да, я вот не знаю, миллионы, да. То есть, это не просто туристическая дорога в горах где-то, а это вот, она какая-то, она пропитана вот этим коллективным. Вот мне, как юнгианскому аналитику, это очень важно было, да, почувствовать эту связь такую с некой нашей общей коллективной бессознательной составляющей. То есть, я прямо почувствовала, что для работы очень много я оттуда почерпну. Вы знаете, а я слышал от человека совершенно нерелигиозного, даже можно назвать атеиста, который сказал, что на этой дороге он почувствовал, что такое ноосфера Вернардского. То есть, это глобальная сеть разума. То есть, он говорит, ты в процессе, ты один из вот этих вот кирпичиков мироздания вот этого разума, да, но таких было полно до тебя и будут после тебя. Это поток. Я согласна. Вы знаете, у меня тоже такое одно из основных переживаний, что путь это не, вот что вот камина, это дорога, это не путь куда-то. То есть, сперва я шла вот куда-то, мне было важно прийти в Сантьяго, но потом я поняла, что это такой вертикальный путь. Я выстраиваю как-то вот себя по вертикали, как связь с нечто высшее. То есть, да, мои натруженные ноги, которые шагают, каждый шаг делают, это связь с землей, но я еще связана с космосом, с человечеством. Это очень такая связь. Ракушки вы брали эти, там же эмблемы дороги, ракушка. Да, там на рюкзаке все вешают такую большую ракушку, и вот с ней идут, эмблема, да, пути Сантьяго. В свое время тоже им поразило, оказалось, вот эта вот мода, знаете, вот ракушками украшать свою одежду, она тоже восходит к этой истории. Ведь те, кто идут путем Святого Ракова, они несут гребешок на себе, вот эту вот граковинку, ракушку. Поэтому, собственно говоря, это символ, а он покровитель же всех паломников и путешественников. Да, в Англии, кстати, он Святой Джеймс его называют. Ну, Святой Яков. Еще хочу сказать, что есть такая вот символичная штука, там эта дорога, она обозначена желтыми стрелочками. Такая интересная, как квест, я даже думала, жалко, что дети вот не идут этой дорогой, потому что она, то есть там не пропадешь, не потеряешься, многие волнуются, а как там вот не потеряться. Но там, ты идешь, и везде стрелочки, либо нарисовано на здании, либо на земле желтой масляной краской, да, такая желтая стрелочка, и либо она выложена из камней, или еще как-то. Если это перекресток, обязательно вот там присмотришься и найдешь это. Некоторые люди теряются как-то, ну, то есть вот тут именно дело в осознанности. Нужно все-таки идти и быть осознанным, смотреть, что происходит вокруг тебя. Для меня это было вообще шикарно, потому что я чувствовала, что меня ведут. Там невозможно быть одной, тебе ведут вот эти стрелочки, тебе все время указывают путь. Это было тоже очень символично, что на самом деле по жизни это нас тоже ведут. Только надо присмотреться к этому. Не, ну действительно нас ведут. Так, вот как раз у нас в нашем чате, миксюс.лв.радио.болтком.лайв, вопрос к вам. Как можно в Фейсбуке найти ваше путешествие, описание вашего путешествия? Просто меня нужно найти, но я даже не знаю, какая-то сложная фамилия, Ирина Есайбегян. Есайбегян, да. Я думаю, что как раз тут помогает то, что она фамилия достаточно сложная, потому что при поиске… Да, можно набрать первые буквы Ес. Да, Еса, первые буквы Еса, а дальше Бегян, да, Ирина. И там это как раз вот ваше отсутствие в вашем путешествии. Я чувствовала свои впечатления, потому что я правда чувствовала, что мне нужно поделиться обязательно этим, это очень важно. Это такой некий путь, который многие люди потом мне говорили, что они прошли прям буквально вот рядом со мной. То есть вы можете порекомендовать человеку отправиться в эту дорогу? Я однозначно рекомендую, да. Во-первых, это бюджетно, да, то есть если вы готовы к каким-то трудностям, если вы не… если не нужно там пять звезд all-inclusive, да, и можно как-то одеть кроссовки, сандалии и пойти в этот путь, да, это для вас. Я встречала массу разных людей, пожилых, и молодых, и хромающих, и больных, ну, всякое бывало, да. Я действительно слышал такое. Кто-то идёт для оздоровления, даже вот, да, для преодоления. Для оздоровления я прекрасно понимаю, что, в принципе, это достаточно тяжёлый труд, но самое главное, что там можно дозировать нагрузку. Да, не обязательно идти по 25 километров в день, можно идти до хоть пять. То есть неважно, если есть время, иди сколько хочешь. Формально полная длина трассы 800 километров, да? Да, даже у меня есть знакомый, который прошёл 800, мы с ним хорошие друзья, и он получил вот сертификат, где написано, сколько километров пройдено. Ему написали 799. Он говорит, почему, вроде 800 из Сан-Жанна до Сантьяго. И мы сказали так, а последний километр вы будете идти всю оставшуюся жизнь. Ну, дай бог, чтобы у нас этих километров было ещё много. Сегодня мы говорили об удивительном пути, о дороге Пилигримов, Сантьяго, которая идёт от Пиренеев до города Сантьяго до Компостелла. И с нами был психолог Ирина Есабейгян, которая буквально месяц тому назад прошла этим путём. Хорошей вам дороги, всем уважаемые радиослушатели.